Привет, уважаемые зрители, с вами Стас Быков и давайте сегодня с вами пообщаемся на тему, как же зарабатывать деньги в интернете. У меня есть небольшой опыт в этих делах, с 2004 года я профессионально занимаюсь заработком, начиналось все с того, что я создавал сайты и сейчас веду свой канал на ютубе. Из ютуба я могу вытаскивать 100-150 тысяч рублей в месяц, именно об этом я и рассказываю на своем канале, где вы сейчас находитесь. Поэтому, если вы меня первый раз видите, обязательно подписывайтесь на канал. Здесь рассказываю все нюансы, которые возникают у человека, который хочет зарабатывать на ютубе. Но не только ютуб, не только ютуб нас кормит, здесь также можно и учиться маркетингу, учиться способам заработка именно на своих профессиональных знаниях. Потому что в интернете очень важно зарабатывать именно на том, в чем вы специалист. Потому что разнорабочие, они как и в реальной жизни тоже здесь получают мало. То есть, например, есть биржи труда, где вы за 100-200 рублей выполняете единическую работу, но так как она без какой-то квалификации. Например, скопировать 500 картинок или разместить 200 текстов. Просто на сайте нажать «Редактировать», «Разместить» и «Окей». Но такая работа ценится очень мало. Если вы хотите зарабатывать в интернете хорошие деньги, хорошие, я имею в виду, давайте так сделаем, 50 тысяч рублей. Такая сумма для очень многих жителей России, она недостижима. Они на работе в офлайне получают 30-40 тысяч рублей. Это я говорю про регионы, ни про Москву, ни про Санкт-Петербург, где совсем другой мир. Давайте говорить о приближенных суммах, которые реально можно начать зарабатывать с нуля, а не о тех цифрах, которые рассказывают нам бизнес-блогеры, что заработай миллион рублей, заработай 5 миллионов рублей. Это все красиво, но это все не работает. Потому что очень важно, чтобы цель была достижимой для вас. Если начинаете с нуля, то ставим 10 тысяч рублей. Достигли эту цель? Ставим 20, ставим 30. Именно так и я тоже начинал. Сейчас вам расскажу историю. Если у вас какие-то вопросы возникают, обязательно задавайте их в комментариях. Я все вопросы читаю, особенно в течение первых 5 часов после публикации видео и отвечаю. Если вопросы интересные и набирают очень много лайков, я делаю видео-ответ и выгружаю на своем же канале. Поэтому давайте задавайте интересные вопросы и делитесь также своим опытом заработка в интернете. Я начинал. В 2004 году. В то время интернет только-только развивался. Он был модемный. Те зрители, которые постарше, они обязательно вспомнят, что был модем по телефонной линии. Дел ап модем. Мы нажимаем соединиться. Сразу телефонная линия становится занята. То есть позвонить нельзя по проводному телефону. И издавались такие звуки. Если не забуду, я сюда их наложу. И приходило подключение к интернету. Скорость была ну просто минимальная. Даже мегабита не было. То есть в онлайне фильмы было невозможно смотреть. И что мы делали? Конкретно я могу сказать за себя, что я изучал способы монетизации своих знаний. Я увлекался именно программированием. Я хотел узнать, как же делаются эти сайты. Я делал одну страницу, потом вторую. Потом создавал целые сайты. Подключал базы данных. Но все это было последовательно. Затем я поступил в академию, где я при главной информатике обучался. То есть я информатико-экономист. То есть пошел почти по специальности. Но меня больше привлекало именно веб-программирование. Именно поэтому я даже на занятиях. И после занятия обучался веб-программирование. Я был самого лучка. Что мне позволило? К концу академии я уже работал в IT-компании большой. И у меня был опыт разработки сайтов. У меня уже были клиенты, у меня было портфолио. Что я хочу сказать? Посмотрите сейчас на себя, что вам в первую очередь нравится делать. Потому что я много раз проверял. Но вот вы беретесь за работу, которая вас не увлекает. И вы через неделю, две, три, через месяц просто от нее откажетесь. Ну вот так и есть. А если вы выбираете профессию, которая вам нравится, вы будете идти с ней через года. Ну сколько прошло с 2004 года? Прошло уже 15 лет. Я все еще занимаюсь программированием. Да, я расширил эти рамки. Теперь маркетинг, веб-дизайн. То есть вот эти все направления. Но они все исходили из одного. То есть очень важно, напишите сейчас в комментариях, что вам сейчас нравится делать. В чем вы хотите специализироваться. Не важно, что вы сейчас, например, не понимаете, да, к чему это приведет. Никто не понимает. Даже Стив Джобс в своем выступлении в университете, его знаменитые выступления можете посмотреть на Ютубе или в интернете, найдите. Он сказал, что было три вехи в его жизни. Он учился дизайну. Он учился там программированию. Да, можете пересмотреть. Но все эти точки соединились воедино только в конце его жизни. То есть он только в тот момент, уже в возрасте, он понял, что вот эти вехи, они были не зря. Это был опыт, который эволюционировал и превратил его в того человека, в того эксперта, который он был. То есть вам изначально не нужно видеть всю дорогу. Вы ставьте цель и идите к ней. Ставьте цель и идите к ней. И в течение года вы посмотрите результаты и будете двигаться дальше. Сейчас очень многие. Ютуб – популярная тема. Я хочу там зарабатывать. Начинаешь работать с человеком и смотришь, что он сдувается в первый, второй месяц. Ну, потому что тут несколько вариантов. Это заложено в первую очередь в психологии людей. То, что их не завлекает, это угасает. То есть интерес со временем пропадает. Поэтому на Ютуб приходят, оно в двух направлениях. Это точно, это коммерческая направленность. То есть это бизнес-тренера, бизнес-блоги. Вот эти все, которые изначально продумывают всю концепцию проекта. А потом делают контент-план и профессионально просто заходят на Ютуб, вливая туда сотни тысяч рублей. Есть второе направление, где эксперты, где профессионалы в своей деятельности также заходят на Ютуб, но делают это постепенно, без вложений, правильно составляя семантическое ядро своего канала. Именно об этом я рассказываю на своем канале. Поэтому можете смотреть видеоролики. Они все в бесплатном доступе. Ну и, конечно, есть еще третья категория. Это те люди, которые умеют развлекать, умеют вызывать эмоции. Если вы такой, то вы здесь найдете себя, найдете свою аудиторию. Потому что развлекательная аудитория, ее больше всех на Ютубе. То есть, что делают обычно такие люди? Они после работы приходят и хотят посмотреть какие-нибудь приколы. Единственное, я хочу сразу вам сказать, что если вы хотите делать серый контент, а это контент, который уже использовался на Ютубе, делать нарезки, какие-то презентации уже из материала блогеров, то такое не прокатит. То есть, возможно, да, первое время, пока Ютуб не заметил, что на вашем канале серый контент, он будет их маленечко продвигать. У вас будут добираться просмотры, но вы не сможете это монетизировать. Потому что такой канал к монетизации у вас точно не примут. Поэтому сразу, когда идете на Ютубе, если вы хотите зарабатывать на Ютубе, определите для себя. Вы заходите с деньгами, у вас бизнес какое-то направление, вы позиционируете себя как эксперт, вы тоже заходите, но уже без денег, более плавно, зато без вложений, но будет результат впоследствии. Или вы хотите развлекать людей, тогда у вас должна быть другая направленность, другие методы продвижения. И это тоже очень важно. Для себя сейчас определите и напишите в комментариях, с какой концепцией вы заходите на Ютубе. На Ютубе очень много способов, которыми можно зарабатывать. Но самое банальное, это реклама на вашем видео. То есть, когда человек просматривает видео, ему показывается реклама. Количество рекламных ставок, региональность, кто рекламодатель, это тоже все влияет на стоимость показа объявлений. И знаете, тут очень много нюансов. Если сейчас вам буду все рассказывать, это уйдет часа 4, 5, 6, 7. А если еще глубже, то я могу неделю рассказывать. Поэтому есть видео на канале, конкретно по теме, и смотрите, если что-то вас интересует. Второй способ заработка, и он самый достойный, это прямые рекламодатели. Но здесь нужно понимать, что у вас должна быть уже готовая аудитория. То есть, вы должны быть лидером мнений, за которым пойдут. То есть, вам пришел рекламодатель, вы, например, про рыбалку снимаете. Рекламодатель именно по изготовлению крутых удочек, спиннингов. И говорит вам, мы хотим рекламировать такой-то продукт, вот вам, 500 тысяч рублей, и сделайте рекламу, интеграцию в ваше видео, чтобы она была нативная, но также, чтобы зрители поняли, какая марка этой удочки. Вы говорите, окей, берете удочку, берете деньги и начинаете рекламировать. То есть, да, к этому нужно стремиться, но это не будет сразу, друзья. Это будет через год, через два, через три, когда у вас уже будет свой персональный бренд в интернете. Потому что, нонейминг, извините, конечно, такое выражение, но люди, которые неизвестные, которые не медийные личности, они, к сожалению, не смогут зарабатывать на прямой рекламе, потому что они сами еще не раскручены. Почему бренд должен к ним идти, если они не раскручены? Это нужно понимать. То есть, самое первое, что вам нужно сделать, это начать работать. И не думайте о деньгах. Я пришел на YouTube, чтобы изучить алгоритмы, как он работает. Мне это нравилось, мне до сих пор это нравится. Я оптимизирую видео, мне интересно смотреть результаты. Я смотрю аналитику. И все эти четыре года я это делаю, потому что меня это зажигает. Я хочу обманывать алгоритмы. Я ищу способы, как сделать так, чтобы видео выстреливало. Вот у меня сейчас топовое видео, там 990 тысяч просмотров. Друзья, на образовательном канале, 990 тысяч просмотров на одном видео. Мне кажется, это очень круто. И вот такое, меня это зажигает, поэтому у меня что-то на YouTube получается. У меня есть кнопка, вот она висит на 100 тысяч подписчиков. У меня есть аудитория, которая мне доверяет, потому что я открытый. Я рассказываю всегда только то, что прошел сам. Я не говорю о том, что нужно там доставать солнце или звезды с небес. Я говорю вот здесь вот. Сейчас прямо это сделай, получишь это. Это сделай, получишь это. А не смотри туда вдаль, потому что это пока для тебя недостижимо. И только последовательно действуя, ты придешь к какому-то результату. И вот это все приходит с опытом. Я изначально, 10 лет назад, тоже этого всего не понимал. Знаете, даже смешно сейчас вспоминаю, что на YouTube я появился в 2014 году, в конце года. Я не разбирался. Я вообще не знал, что это за площадка. Хотя в то время уже были популярные видеоблогеры. Да, возможно, никто не рассказывал о том, как заработать на YouTube, как зарабатывать в интернете. Потому что я протаптывал эту дорожку. Но вы тоже можете сейчас вступить. Кто-то из вас будет первым в своей нише. Кто-то второй. А кто-то будет следовать за мной и будет рассказывать про мою тему. И этого не стоит бояться или переживать. Потому что сейчас вот те блогеры, которые есть в вашей нише, например, про рыбалку или про автообзоры, они не всегда будут такими. Они не всегда будут такими. Через год, через два изменится что-то в их жизни. Один кто-то уйдет с YouTube, потому что ему это надоело. Другой уйдет, потому что найдет новую вершину и начнет другие деньги совершенно космически зарабатывать. Третьим тоже не захочет, например. Пятый будет продолжать, но уйдет аудитория. То есть ничто не вечно и ничто не стабильно. Постоянно все находится в движении, в динамике. Именно поэтому берите направление и двигайтесь. И не смотрите на блогера, не завидуйте им, а идите к нему. И тогда вы его на протяжении лет догоните, а потом и обгоните. Вот увидите и поверьте моим словам. Поэтому двигайтесь, составляйте контент-план, записывайте. Самое главное не просто думать и анализировать, а еще и действовать. Побеждает тот, кто действует, кто идет, кто движется. Я желаю вам движения. С вами сегодня был Стас Быков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях ниже. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok